Дорогие друзья, совсем скоро мы все вместе отметим наступление нового 2023 года. По традиции хотелось бы огринуться назад и подвести итоги. Многие согласятся, что 2022 год стал знаком для нашей страны. Буквально с первых дней мы все стояли перед выбором, каким путем пойдет наше общество. Мы сделали верный выбор, выбрали взять ответственность на себя, планомерно и трудолюбиво идти вверх к нашему всеобщему благополучию. В течение всего года мы конкретными результатами подтвердили правильность выбранного направления. 2022 год стал для Ускаменогорска годом множества уникальных достижений. Символично, что это обращение делаю из нашего трамвайного парка. 40 лет у Скаменогорска прибывали новые трамваи. В этом году пришло 4. Два из них вы видите позади меня. В новом году они уже будут работать для всех гаража. Впервые за десятки лет в городе возобновилась практика комплексного обустройства асфальтовых дорог по программе развития микрорайонов. Эти работы проведены в поселке Красино, Ахмирово, Миновном, 22 микрорайоне. В этом году оптимизация сил, средств и времени позволила охватить ремонтом 36 улиц, чего никогда ранее не было. Наш опыт работы с дорожными ремонтами позволил в наступающем году анонсировать смелый, но необходимый проект. Речь идет о челлендже 10 тысяч ям за 100 дней. Его цель – выработка оперативного реагирования на общественные запросы путем запуска специального телеграм-канала для сбора заявок по ямочному ремонту всех улиц города. Благодаря реализуемому проекту «Город без пробок» нам удается поддерживать развитие дорожной сети параллельно с ростом числа транспорта. Этой осенью мы начали проект по расширению улицы Базовой, Алматинской трассы на въезде в город и строительство продолжения улицы Астана до проспекта Шакарима. Все эти проекты продиктованы развитием города. Проделав возможные виды работ осенью и зимой, мы сможем летом уже завершить эти крупные проекты полностью. Это тоже новая практика. Ранее проекты реконструкции магистрали обращивались дискомфортно для граждан на два и более года. Мы неуклонно продолжаем улучшать ситуацию с автобусным сообщением. Да, это длительный и глубокий процесс решения застарелой проблемой. Ведь мы не просто обновляем автобусы, мы строим новую систему отношений в этом социально важном секторе взамен старых попустительских подходов, которые привели к критическим последствиям. Я лично обещаю, что мы будем вести эту работу каждый день, пока вопрос с работы автобуса сообщения не будет решен полностью. Уже сейчас, благодаря организованному при поддержке руководства области, субсидированию, парк перевозчиков обновлен на 30%. И это прямой повод продолжать требовать от них качественной работы. Наш город стал первым в Казахстане, где появилась полностью автоматизированная сортировка мусора. Открытие первого эко-пункта дало старт формированию в городе системы платного сбора вторсырья. С совместными усилиями мы можем стать флагманом эко-политики в отношении отходов для всего Казахстана. Ускаменогорск снискал уважение всей страны почти в память истинного героя независимого Казахстана Сагадата Нурмагамбетова. В 19-м районе появился памятник герою и прекрасный сквер его имени. Спустя более 10 лет начал преобразовываться один из любимейших парков Ускаменогорск – парк «Металлур». Уже сегодня там среди зимы звучит музыка и детский смех. В минувшем году мы масштабно подошли к реализации республиканского проекта бюджета народного участия. По заявкам горожан проведено благоустройство тротуаров, линии освещения, детских площадок, благоустроенных дворов. Нами уже подведены итоги голосования по БНУ на 2023 год, и в январе мы объявим список всех объектов. Колоссальная работа проводится в коммунальном секторе. Уже в наступающем году запустится высокотехнологичный Новоускаменогорский водозабор, который на долгие годы решит вопрос водоснабжения на Левобережье. Проведена масштабная работа по электрификации поселка Ахмирово. Решен многолетний вопрос многотажек на улице Щербакова. Как мы и обещали, жители этого района впервые за 30 лет встретят Новый год в отапливых квартирах. Знаком достижениям стало образование на базе центра Ульба детского реабилитационного учреждения. Это современнейший центр, где особенные дети получают столь необходимую им помощь, и самое главное – бесплатно. За минувший год мы открыли 6 детских садов. Также мы сумели вернуть два больших типовых детских сада, которые в годы потрясений утратили свои назначения. В следующем году мы вновь запустим их в работу. То, что случилось с нашим городом за год, можно перечислять еще долго. Но я хочу обозначить главное – все это плоды нашего общего труда, нашей общей ответственности и любви к родному городу. Всего через несколько часов весь город наполнится теплом семейных встреч, смехом друзей и радостью любимых. Мы улыбнемся друг к другу и уверенно пойдем к Новому году и к новым свершениям. С наступающим Новым годом, дорогие друзья! С наступающим праздником! Наш любимый Усть-Каменогорск! Субтитры создавал DimaTorzok